Рабуль, привет! Привет! Как это дела? Куколки мои. Как это моя сладка? Сынок, дайте я поцелую щёчку. Ветерану войны Тамаре Петровне за 90. Уверяет, в жизни не сделала ничего плохого. Даже сейчас старается всем помогать. Хотя самой давно нужна помощь. Здоровье уже не то. Живёт с сестрой, которая вообще редко встаёт, зато хорошо вяжет. Ни одного волонтёра босиком не оставят. О том, что их гости, а теперь уже друзья, бывшие наркоманки, бабушки знают. Но общению это не мешает. Главное – доброе сердце. Верят, что таких помощниц им послали свыше. Стою на колени и молюсь, и всё рассказываю Богу. А потом говорю, Господи, да ты всё знаешь. Это я уже повторяю. Ты всё сам знаешь, это ты послал, это ты вразумел. С воспитанницами реабилитационного центра бабушки познакомились года три назад на службе в храме. Постепенно завязалась дружба. Потом попросили помочь. Те не отказали. Теперь девчонки приходят несколько раз в неделю. Приносят продукты, купленные спонсорами. Убирают, стирают и готовят. Как будто бы родные. Но и никого с родных нет. Внуки наши. Люблю их. Для 16-летней москвички Насте Дроздовой эта встреча оказалась судьбоносной. На реабилитацию её привезла мама. Но девочка упиралась, рвалась домой. Чтобы изменить решение, ей хватило нескольких минут. Мы чистили снег. Там сугробы были, разгребали всё. Потому что бабушкам тяжело ходить было. И вот это всё очень сильно меня растрогало. Я сказала, что я тут останусь, а до этого я хотела домой. А вот Мария Вражновак подопечным пришла в первый, но, как уверяет, не последний раз. Ещё несколько месяцев назад была наркоманкой. Сейчас звезда художественной самодеятельности. Это тоже часть реабилитации. Забываешь обо всём. Танцуешь, пляшешь, поёшь. Всё сразу отсекается. Все воспоминания, прошлое, всё забыто. Девчонки принесли продукты и убрали в доме. А в огород их Тамара Петровна сегодня пускает только на экскурсию. Бережёт. Посмотри, она начинает цвести. Он цвет набрал. А ягодки будут. Вот в следующий раз приедете, нарвите себе ягодку, поедите. Таких подопечных у проходящих реабилитацию 10. Руководитель придумал дополнительный стимул. Самые прилежные становятся настоящими волонтёрами и получают второй шанс на нормальную жизнь. Берём на реабилитацию наркозависимого человека или алкоголика. Он проходит реабилитацию, а потом может уже быть волонтёром организации «Добровольцы России». И через какое-то время я могу дать ему характеристику, направление, он может вернуться в свой город. Сегодня девочки управились довольно быстро, примерно за час. Но уже успели набросать список дел на свой следующий визит. Они появятся здесь уже послезавтра. Анастасия Мартынова, Тагир Фатахов, РЕН-ТВ, Ростов.